Ну что ж, дорогие друзья, карта нюк третья завершающая. Именно здесь решится, кто же все-таки пройдет дальше в гранд-финал. DreamHack Open Leipzig. И все так же дэк, бафик у микрофонов. Ой-ой-ой, уже у нас начало под рампой, выкатываются Mad Lions. Агрессивно. Отдает им свою позицию. Хэтс. И прям неплохо справляются с бабски. Инс подрабатывает. Хэтс тоже дает минус по Эйкару, только Хэтса разменяли. Очень жестко. Отдал позицию, но не отдал защиту. Инс забирает Сьюша. Джей. Один в поле не воин. Очень жесткий кроссфайр, на самом деле, австралийцы организовали. Там практически шансов не было. Один забайтил, спустился вниз. Все начали его добить. А там с аквариума еще чел стоял и по затылкам начал отстреливать. Ну, в общем, грязь. Тут, конечно, принигиец очень жестко приняли. Да, такой своеобразный гамбит получился в исполнении защиты. Отдали, ну, как-то отдали позицию рампу, не стали там даже цепляться. Спустились вниз и уже принимали в плунте. Очень круто принимали. Да, причем Мэд Лайонс попали под обстрел. Ренигейтс классно начинают. Не знаю, там вот, опять же, если опираться на статистику только. Хотя, ну, мне эта логика не нравится, но тем не менее. 88% винрейт у Ренигейтс за последние три месяца. 8 карт они сыграли. Денюк. Ну и 11 карт у их оппонентов. 64%. Но, опять же, я же говорю, мы делаем скидку на то, что все-таки много карт Ренигейтс играют в своем регионе. А там не всегда самая жесткая борьба. Можно еще учесть, что Хэдс пришел в команду 12 января, допустим. Да, то есть небольшие изменения. Да, было. Обидно не видеть здесь бывалого бойца Дик Стейси. 2-0. 2-0. Тем не менее, я там читал, он как будто в какой-то даже идет... Ну, ему пожелали удачи в новом начинании. Но я так и не понял, он остается в КСе, куда-то переходит, или все-таки он останется в организации. Потому что там очень неоднозначно в анонсе было написано. Я думаю, в ближайшее время мы об этом уже не точно. Такой, значит, очень расплывчатый анонс, как политики любят говорить. Примерно так получилось с этим анонсом. Непонятно что, непонятно куда, всех поблагодарили. Пробегание по улице. Анонс было. Пытался выбраться просто с этих вентилей, остаться в живых, но не пустили его. За ногу просто назад оттащили и приговорили. Просто в аду оказался в этих вентах. Хэдс будет принимать выход с аквариума. Ой-ой-ой, какой неприятный. Ложится Молотов прямо под ноги. Папский остается на улице. Рой Джей уже забирает Хэдса. Как-то опорная зона, играющая в планете. Проваливается, Бен не справляется. Ну, я думаю, Раунд в целом тоже тут проваливается. Еще и Мальт успевает забрать, размен есть от Декстера. Ну, ситуация как бы 2 в 4 на сэве от австралийцев. И, соответственно, Мэд Лайн забирает первый. Какой-то такой очень легкий проход по улице. Там игрок, который стоял за контейнером на углу. Он подумал, что, видимо, его будут аркадить. И под себя откинуло и дым, и флешку на всякий случай. То есть я думал, что парень будет там встречать, пытаться простреливать пробегающих игроков. Раунд доигрывают команды. Мэд Лайн сразу начинают свои набирать. Так что еще чуть ли не погиб. Самое страшное, наверное. Ой. Что страшно стало? Я всегда с такой операторской работой немножечко улыбаюсь. Потому что, ну, видно, не договорились с режиссером. Хоп, перевели сразу. Там куда-то камера смотрела. Говорит, так-так-так-так. Так, надо показывать. Ну, пусть я бродик доедал. Понятно. 2-1. Друзья, смотрим дальше. Сик с авиком. Кстати, на этот раз помедленнее Мэд Лайнс будут разыгрывать. Ну, понятно. Хотя, конечно, количество гранат, конечно, они потратили уже половину, наверное. Ну, не половину, треть. Неужели там выбегание уже было? Да, пропрыгивает Бабский, пропрыгивает Венты и оттуда будет играть. Декстер, по идее, слышал. Хорошая позиция будет у Бабский. Главное тут подождать, пока и команда где-то сможет отыграть. Чтобы не просто выбегать, да, вот, а как-то синхронно. Ну, в принципе, достаточно простой раунд. Венты запустили игрока и пошли через улицу под самоки до Сикрета. Здесь никого не видно. Сик понимает, нужно уже стягиваться куда-то в район рампов. Так и делает Сико. Рой Джейн. Там такой топот. Декстер один, плентусит, ему молится. Страшно очень. Лишь бы сейчас прямо на процент не выбежал. Декстер в защите, мы знаем, он силен. Трейне он уже показал свою силу. Правда, без лишней агрессии надо просто принимать оппонента. Но это тоже рабочий вариант. Сико ему дали смок. С одной стороны смок, на другую сторону огонь положили. Декстер забирает кюнда. Декстер доживает споки. Не хватает ему урона туда. Декстер разменивают. Принимают также Хэтса и Сико. Как-то безидейно получилось. И Инс такой смотрит. Так, стоп. У меня минус тиммейт. Второй нет. Все, теперь точно уже не пойду туда делать. Там нечего в этих вентиляциях. В этих вентилях. Надо сказать, что Мод Лайнс хорошо отыграли. Они вот подходящих с рампы классно отрезали. С одной стороны смок, с другой стороны молотов. Как-то справились там, положив смоки на выход из аквариума тоже с Декстером. И в целом отработали на урам и Длайнс. В Ренегейтс не хватило здесь выдумки, чтобы как-то принять синхронно оппонента. Но и они были отрезаны. Надо было искать какие-то выходы. Возможно рисковать. Не получилось. Ави качует уже третий, получается, раунд к ряду в руках Мальты только в этот раз. Чтобы отдать тиммейту в последующем. Но и Мод Лайнс, по взрыву бомбу, сейчас еще какие-то бонусные деньги получат. Там, 3500. Не знаю, интересно, как будет сейчас разыгрывать Ренегейтс. 2-2 счет становится. Там просто деньги есть у одного из игроков. По-моему, у Сика как раз там немного накопилось. И, возможно, вот он что-то дополнительно подкупит. Там, до 2500, до 2000. А может быть и остальные все подкупят. Да, Сика покупает. Мальты по девятой, но, в принципе, рабочий сетап. Ну, Сика сбросили АВП, а он купил, так понимаю, девайс. Ну, да. Там дополнительный. Он не дорога стоит. Ладно, смотрим, что придумает Ренегейтс с таким сетапом. Сика задержался не страшно. Быстро прохода через аутсайд не было. Причем обидно, что против скрипания повоюешь, особенно с 5-7. Только на выход игра, соответственно, у Декстера и на информацию. В этом мейне. Ты еще и посмотри. Мэд Лайонс каждый угол прочекает. С такой игрой жесткой за атаку. Ренегейтс будет не подобраться в какую-то агрессию. А намного спокойнее еще раунд разыгрывает Мэд Лайонс. Вообще без даже лишней какой-то агрессии, без раскидок жестких. Ну, тут тоже понимание-то есть, что там вроде бы форс. Они могут как-то нащупать, закупались ли они. И с пистолетами играют, и за цельными двумя ганами. Сика позиция крайне убойная. Тут может все получиться. Рой Джей на него прям выбегает. Видит его Сикко там краешком. Вроде и смог. Не видно было. Ух, это опорная позиция. Надо отступать. Не сумел он дать минус на старте. Но рампу придется немного отдать. Видимо, Декстер. Тем не менее. Декстер выходит. Его не чекает никто абсолютно. Только Эйкара убивает Декстер. Но... Не определился, в кого стрелять. Ну, то есть он думал, что сейчас второго попадет по затылку. Заберет его. И сразу же на третий перейдется. В итоге и того он дамажил, и этого. Но никого не забрал. Ну, и так неплохо. И так неплохо получилось. Синдз еще и Хюндвена принимает. Тут Мальта встречает бабский. Отличный раунд для Ренегейтс получился. Сьюж в девятку залез. На Хевани его встречают. Как раз легко. 3-2. 3-2. Ренегейтс. Классно разыграли. И действительно, вот когда Мэд Лайнс немного побыстрее свою атаку начинали, как-то получалось поинтереснее. Крайне хитрый сетап на рампаху. Он очень сильно зарешал все равно. Ну, то есть, несмотря на то, что Декстер сделал фраг, он двоих все равно продамажил. И тиммейты уже просто доработали. Ну, не ждали его за тем ящиком абсолютно. Вот уже, который опорный игрок играл за ближним ящиком. Его прогнали. Он спрыгнул с рампов, спрыгнул вниз. От второго игрока даже и близко там не ожидали. Кстати, скалу подожгли. Ничего себе. Против Эйкера вот так вот решили отыгрывать. Причем Эйкер тут чуть было еще и не щелкнул одного из игроков. Там шансы были. Крайне близок. Он был Декстер. Справляется с бабски. На этот раз такой трюк не проходит. У Мэдлайнс бабского не впустили. Вот плент Б. Эйкер забирает Сико. Таки доигрывает Эйкер эту позицию. Сико не справляется с ним. Эйкер крайне хорош. Вообще, вот этот дуэль снайперов, ну, если говорить о Дасте, то, наверное, Сико феерил поинтереснее. Эйкер, хотя тоже немало дал, но на трейне Эйкер прям очень хорош был. Ну, и сейчас тоже на стороне атаки. Все правильно. Да. Эйкер тоже здорово начинает. А то ли сейчас защита будет. Вот так вот. Ну, посмотрим. Сико тоже парень непростой. Не идет, не идет. Потом как пойдет. Что-то на точке А происходит. Интересно. Там просто, я смотрю, аркада нуля, судя по всему, сейчас уже во всю... Не на скале ли вообще находится седьмой номер Мальта? Да, он на скале находится. Лол, они уже у спину зашли. И вот Мальта минус есть. Хэтс тоже подкрепляет раунд дополнительным фрагом. И Рой Джей вместе с Хьюнтоном остаются два в четыре. Бомбка поставится. Он пытается просто поставить бомбу. Да, Рой Джей сверху прикрывает его. Но надо выбивать Ренегейтс обязательно. Так, Смок пошел на закрытие мейна. Считай, минус игрок. Девятка контроль. Декстер пойдет именно оттуда. Очень важная позиция у Хьюнтона. Нужно давать фрага той-два. И прочитает ли он двоих игроков будки? В общем, вопрос. С мейна и Хьюнтона. Ну, суть, никак, никак не пошла стрельба у него. И на этом раунде и посыпался. Да, четвертый для Ренегейтс. Хорошо, они сильно с тыла выбежали. Там верно подметил, как это выбегание происходило. Пока сами Мэдлайн свою атаку готовили через Хевен. Ну, и круто их с тыла приняли. 4-2. Друг разным преимуществом по раундам. Звучит, да, как страшно? По сути, это разница всего лишь два раунда. Но Хьюнтон здесь еще и возле дыма Мальт. Мальт успел сыграть возле его Смока. Не самого лучшего. Так, и у Мэдлайнс там с экономикой, по-моему, все негладко. Да, так и есть. У Мэдлайнс очень слабенький закуп. 1200 Эйкор оставляет себе какие-то деньги для того, чтобы купить в перспективе, понятное дело, снайперскую винтовку. Ну, а так, в целом, да. Бай на все. И в следующий раунд будет экономический случай поражения в этом. Ой-ой-ой. Декстер нашивает Бабски в Смоки. Декстер уже постарается под эту игрока. Правда, там сбудки, по-моему, начинается выход. Это может стать проблемой. Нет проблем никаких, абсолютно. Все, контроль. Декстер позицию тоже не менял. Принял этого Бабски. Декстер забирает еще и Хьюнтона. И тут Эйкор под мейн идет. Его ждут. Его ждут. Конечно же, Эйкор выходит. Сразу будут наши в Смоки и после без шансов для Эйкора. Сливной раунд получился. 5-2. Смотрится здорово Ренегейтс. Ну, реально, вот если там кто-то предполагал, что эта серия пройдет под диктовку Мэд Лайн с счетом 2-0. Ну, друзья, вы сильно ошибались. Здесь Ренегейтс бой дают и дают основательно. Ну, по итогу вообще первой карты, наверное, можно было сказать, что вы ошибаетесь уже. Потому что там не только по ее окончанию, но и по ее ходу в целом. Можно было сказать, что Ренегейтс здесь готов сражаться как никогда. При этом как-то Мэд Лайн смотрятся не до конца собранными во многих эпизодах. У них реально были серьезные преимущества и на Дасте, и даже вспоминая там Трейн, не самые стабильные отыгрыши у Мэд Лайн были. То есть как-то ребята, возможно, волнуются, возможно, не хватает фокуса. Декстер забирает Рой Джей. Уже открытие от Ренегейтс хорошее. Но это опять такой сливной для Мэд Лайн будет. И вот следующий уже полноценный закуп ожидает нас. Пока ничего сверхинтересного. Возможно, как-то, конечно, Хэтса выбьют. Нет, Хэтса позицию хорошую занял. Бомбу уже увидел, информацию команде дал. Сам меняет позицию, спускается с рампы вниз. Сика уже пришел страховать. Декстер слышал. Да. Декстер слышал это падение. Должен, по идее, игрока забирать под девяткой. И, в принципе, раунд тут без особых проблем. Оказано, заканчивается копилка команды Ренегейтс. А под девятку не впускают никого. Сьюш остается. Смотрит, конечно, склон на рампе. Но тут ничего интересного. Никого он тут не обнаружил. Сьюш просто хочет выбить какую-то экономику. Понятное дело за Ренегейтс. Ну, где-нибудь хотя бы в спине. Пусть будет эта аркада. Но нет. Никто не идет. Железно. Ренегейтс копались возле планета, возле бомбы. Ну, им даже рисковать нечего, да? Сильно бомба лежит прямо перед твоим носом. Поэтому никуда соваться нет никакого смысла. Это было бы обидно, если Мальта погиб. Конечно, из-за промах снайпера. Но да ладно. Ренегейтс все выживает. Все прекрасно. Австралийцев по счету ведут. Карты Десайдер. Пока что начало неплохое. Посмотрим, задаваясь нам от команды Mad Lions. Ну, кстати, игр 6 тысяч. Ну, да, это авик. Будет, разумеется, мы считаемся на паузу. Слушай, ну, были хорошие быстрые раунды от Mad Lions. Вот сейчас интересно, что они покажут. Это будет быстрый отыгрыш? Или все-таки ребята попытаются снова медленно как-то открывать, скрывать оборону оппонента? Ну, тут как-то вот побыстрее раунды смотрелись выгоднее для Mad Lions. Интересно, что на трене, когда разыгрывали Mad Lions, ну, помнишь, если раунд, когда был раскид на старте, а плентай, они побежали под B. Все вообще игроки Мир и Нигей стянулись туда на этот плент. Все равно выбегания не было. Да, да, и все равно они остановились. Может быть, все-таки с растяжением оборота. Улица агрессивно. Сика играет. Рой Джей сразу попадает на его мушку. Папски остреливает Инса в ответ. Сика очень агрессивно сыграл на этот раз. Неожиданным оказался для игроков атаки абсолютно. Декстер тоже играет в контакте. Прямо в упоре. Он дальше пойдет. Он пойдет дальше. Давид сейчас, скорее всего, и будет собирать огромное количество информации по карте. Есть, конечно, осмельница. А что на рампе? Что на рампе? Здесь Мальта сидит. Бедный Мальта. Нужна ему поддержка какая-то. Он спускается, отдает позицию. И под девяткой тоже контроль не очень серьезный у Ренегейтс пока что. Отфлэшили туда, в эту сторону парни из Муд Лайонс. И причем выстрела-то не было. То есть, ну, где, где? Сидит Сика. Уже тянется, уже тянется. Номер восемь Декстер. Вот он. Со спины. Спина грыз. Фактически. И да. О, так. Так, 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 так. Удав настоящий. Спокойствие показал. Двоих уничтожил. Безвредил. Бабский выкатывается в Ай. Его встречает Мальта. 7-2. Счет становится. Ренегейтс за защиту начинают. Очень убойно. И ты понимаешь, вот опять Декстер, опять спина. То есть, просачивается вот в эти вот дыры со стороны команды атаки. Как бы это странно не прозвучало. Реально просачиваются. И реально, как у Дав сыграл здесь Декстер. Не стал стрелять сразу первого. Увидев, очень четко, спокойно отыграл. Двух посчитал. И продолжаем наблюдать. Муд Лайонс экономический для них очередной. И это вполне вероятно восьмой для Ренегейтс уже. Тем самым они половину выиграют. Да, совсем чуть-чуть отделяет команду Ренегейтс от заветного восьмого раунда. Может, сижу со скаутом. Сейчас, кстати, может, кто-то придумает. Оп. Есть босс. В принципе, Сиг свою позицию спалил. Флешка. Ее задоджили. Еще буст. И... Ну, там другие игроки уже, в принципе, разбираются. С Мед Лайонс. Ой-ой-ой, Сига, здорово отстреливает. Знаешь, Лев таки король... Вот, Лев это король зверей. Но Ренегейтс-то бандиты настоящие. Тут они как-то с Левами справляются. Укротители настоящие. На Нюке пока все происходит под их диктовку. Под контролем идет карта Ренегейтс. Решающая. И все-таки получается, что Винрейт нормальный показатель. Можно на него опираться, судя по тому, что мы наблюдаем. Можно еще поднять даже. Да, хоть и не всегда оппоненты высочайшего калибра у Ренегейтс. Понятно, много карт в своем регионе. Но, тем не менее, видим, что эту карту они отыгрывают знатно. Пока уверенно зачитаны. Так, жесткий прокитуется. Хаешка должна за спину залететь. Темеджа нет практически никакого. И вот теперь уже Мед Лайонс ждут и агрессии возле дымов. Возле красного контейнера. А ее нет. Вот теперь сидите, контролируйте. Но здесь никого вы не найдете. Кстати, Сика может погибнуть. Сика. Ой-ой-ой, какой досадный промах. Да, это должен был быть тендри фраг для команды Лайонс. Теперь Сика сейчас еще хуже будет, если Сика еще начнет убивать кого-то. Тут можно было Сика обезвредить. Очередная была бы дуэль в пользу Эйкора, но не получилось. Сика меняет позицию. Засел на синий, потом сменил. Все, бежали. А тут Декстер выскакивает. Неожиданно для Эйкора. Декстер защитывает еще и Сьюша. Правда, Хэтс и Сика разменяли. Под флешку Эйкора срабатывает Рой Джей. Два минуса дает. Хюнген. Но Декстер, Декстер. Интересно, он сменил, да? Он, наверное, все-таки отдохнул. Не стал выбегать дальше. Вышли под девятку. Там Декстер до Аквариума дошел. Мальта где-то бабски прибил. Он уже в аркад нуля полез. Бренигейтс понимает, что вектор атаки-то... Будет направлен с улицы, с девятки, скорее всего. Ну и в принципе, да, поставят бомбу, окей. Но в будущем большинстве Ренигейтс будет... Но такой раунд уже был. Такой раунд уже был. Посмотрим, как его разыграют на этот раз. У них две флешки остаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Герой Джей в девятке. Надо давать минус хотя бы. Нет. Под флешку. Пытается выбежать. Нет, его тоже расконтролили без проблем. Девятый для Ренигейтс. 9-2. Напоминаю, что у нас один раз в этой серии было такое преимущество у стороны защиты. Это было на Дасте. У Мэтлайонс 7-2 был счет. Но как раз на раунд под номером 10 сломали ход событий парни из Ренигейтс. И тогда довели все до 7-5. И в итоге 8-7. Сторона закончилась на Дасте. Здесь же уже 8-2 преимущества. Такого большого разрыва в этом матче еще не было. И что интересно, Хюндон предыдущей ситуации 2-3 решил сыграть с подпланта более саевого. Сейчас же сыграет на инициативе. Но и этого ждали австралийцы. Они сидели вдвоем в скрипе. И прицелы наведены были именно на левую часть. Надо, конечно, отметить и Декстера, я думаю, который так здорово выбежал из секретки. Неплохо разработал. Игрок за красным этого явно не ожидал. Чувствую, чувствую. Просто момент, когда можно ему действительно сыграть агрессивно. Сделать пару фрагов. Еще и живым уйти. Что самое главное. Такой игрок, конечно, в команде всегда на вес золота. Но не со всеми это будет работать, честно говоря. Тактическая была, видимо, наверное, для Мэд Лаэнс. Тут ленигейсты не особо, наверное, надо что-то менять. У них пока все хорошо работает. Ну и Мэд Лаэнс. Должны они что-то придумать. Пытаются сыграть, возможно, даже агрессивнее сейчас. Ай, Руиджей. Ой-ой-ой-ой-ой. Он получил хайей изначально на скалу. Он упал, сломал себе ноги, еще пострадал. Ищи по башке получил. Пулю. Хюнден. Пытается убить Сико. Хюнден. Очень важный эпизод. Надо забирать Сико. И забирает Хюндена. Какая досада. Сыпется команда Мэд Лаэнс по всем фронтам. Так-так-так. Проскочил игрок. Понял это дело. Все. Хэсенос мог забрать лишь одного из двух. Все равно Эйкер и Бабский суммарно имеют всего лишь 70% здоровья. И против них играет четверо игроков обороны. Да и бомбу еще даже не поставили. А на точке Б тот самый Декстер. Декстер у нас, знаешь, Декстер это такой фактор Х. Либо он заруинит максимально, либо он все сделает красиво. Посмотрим, как будет сейчас. Декстер. Декстер. Увидел. Увидел игрока. На префайр пытается выйти. Понимаешь, что не стоит торопиться. Там тиммейт с другой стороны подходит. Уничтожает первого. Ну и со вторым тоже. Тут и без Декстера разобрались. Он так подергал немножечко оппонента. Ну и товарищи выкатились с другой стороны. Десятый для Ренегейтс. Дамы и господа. У нас шоковое состояние у Мэд Лаэнс. По-другому не назовешь сейчас эту ситуацию. Но шансы есть еще отыграться. Шансы еще есть. Четыре-пять раундов. Будут вполне себе нормальные цифры. Хотя вот знаешь, я слышал эти мнения, что Мэд Лаэнс тут могут 2-0 закрывать эту серию. Что они тут кажутся фаворитами. Но именно на HLTV сайте я смотрел, что мнение людей разошлось довольно серьезно. Там небольшое было преимущество. У Мэд Лаэнс буквально 52% за них проголосовало. То есть очень все близко. Там по мнению людей было. Поэтому Ренегейтс пока оправдывают такое голосование. Они тут смотрятся очень выгодно на карте Денюк. Мэд Лаэнс теперь уже сыграли, решили сыграть в крайне медленный раунд с жестким контролем. Успокоиться, там выдохнуть у них время сейчас было. И главное не давать его самому Декстеру играть инициативно. Потому что это на самом деле огромная проблема. Попытка начекать рампы. Хэтса заметили. Ставили его сместиться. Придется рампу отдавать Хэтсу. Ну действует вообще 100%. То есть он не остается, он не ждет последнего момента. Он сразу же падает, откидывает Смоук. Зовет Хэлпу. И собственно из-под девятки приходит Сика. Все-таки хотят скрывать. А тут Инсопорник убивает только Рой Джей. Есть разменка. По крайней мере Ленингейтс уже выгодно. Сика забирает Папский. Декстер снова забегает с тыла. Снова неожиданно Декстер второго не смел собрать. Но Сика забирает Хюндена. Эйкар знает позицию Сика. Понятное дело. Но что дальше? Бомба лежит. Эйкар прокрадывается к бомбе. Сика с мейна пойдет. Мейн, да? Мейн пойдет. Да, да, да. Он с мейна пойдет. Еще и Хэтса скрипа. Ну то есть Эйкар может быть Хэтсу начекает. Скрип выходит Хэтс и минус Эйкар. Одиннадцатый раунд для Рейнингейтс. Фантастика просто в этой серии происходит. Значит, казалось бы, казалось бы, Нюк должна быть такая равная борьба. Серьезная битва. Вот я у тебя спрошу, есть тут какое-то невероятное преимущество вот именно за защиту, что именно настолько много надо набирать, что ты обязан набирать? Невероятного нет, конечно, но там раундов 10, в принципе, это норма взять. Ну то есть там 10-5. То есть уже, в принципе, Рейнингейтс превзошли ожидания. Да, да, да. 11-4 можно выйти там. И камбэк серьезно дать за вторую половину команде атакующей сейчас. Желательно сейчас два взять все-таки Львамп, иначе будет очень печально все. Бабские забирают Декстера. Есть размен. Добегут до базы Б. А смогут ли поставить план? Большой вопрос. Хэтса смесли. Неплохо тут. Размен сразу же. Есть от Марты. Даблкил по головам и стрелял. Соперник от Тучевой Сика присоединяется с Амиком. Инс подгорел где-то очень жестко. Их он последний. В принципе, Инса добить-то можно. Но что сделать Сика? А он еще и не туда смотрит. Там, по-моему, Инса в вентиляцию упал. Да, да, да. Все правильно. Ну что, Хён, очень важный момент. Надо для команды просто этот раунд как-то принести. Звучит фантастично. Да? Фантастически. Вряд ли это удастся. В принципе, там нет смока. Но есть Молик. Вопрос, куда его потратить сейчас. И как будет диффузить бомбу. Какие-то и есть. А тут Молик пошел на даблдорс. А Хёнден. Да, ну какие шансы. А ему не видно. Лол. Ну это же минус раунд тогда, к сожалению. Уже взрывать. Нет. Поздно. Поздно. Он таки взорвал, между прочим. Да. Да, и он раньше, возможно, себе еще шанс какой-то подарил. Ой-ой-ой-ой. И очень грустные лица. Мэд Лайонс. И веселые уренегейцы. Это раунд просто был очень важный, потому что они всю экономику потратили на закуп. И теперь как бы там оставалось условно 300-400 долларов. Плюс поставленный плент сейчас позволил им, слава богу, закупиться. Нет, там на самом деле вроде же они не очень плотно так. Там что-то оставалось. Там 400-700. Ну то есть без плента было бы печально, а с плентом прям нормально. На Лустрике едем и хорошо. Ну хорошо, Мэд Лайонс есть закуп на последний раунд этой половины. Но 12-2 это уже очень солидный задел для Ренегейтс. Хотя бы третий взять Мэд Лайонс. Хотя бы сейчас. Тут уже надо цепляться за каждый раунд, что поделать. Ни в коем случае нельзя тут сдаваться. Ну как бы хочется пройти финал. Сдаваться здесь никто, наверное, не намерен. Декстер на прочеке улицы. Еще и зажигать на скалу откинет. На всякий случай. Ой-ой-ой, Декстера тут подловить могут серьезно. Но урон Бабскин получал на самом деле неплохо. Намного больше, чем Декстер. А там, кстати, хитрый раунд от Мэд Лайонс. Может быть в мейн? Да, они действительно летят по точку А. Инс пытается уйти в сайт. Успевает скрыться. Мальто сделал фраг. Инс еще минус дает по Сьюшу. Посмотри, как здорово получилось. Я сейчас зажму. И его зажмут на Декстер с вентиляцией. Да он постоянно это делает. Нет. Все. Остановились. Остановили Декстера. Слава богу, но Хэдс имеет большие шансы на взять этого клача. Хюнден 8% здоровья. Но нет хп, да. Он знает. Он знает. Одного поджег. Эйкара выкуривает, выкуривает. Эйкара добивает. Бомба лежит. И нет совершенно хп у Хюндена. Все на этом парне. Ты дебал две карты. Сейчас надо брать третий раунд для своей команды. Кровь из носу. Совсем нет хитпоинтов. Идет вниз. Идет вниз. Нет, это Хюнден. Дебал все-таки бабский. Не будем обижать Хюндена. Хюнден не дебал. Но раунд надо брать все равно. Дебал ты или нет, раунд взять обязан. Здесь, кстати, Молик две флешки. Но походу на стрельбу будет рассчитывать Хюнден. Попадание есть. Хэт 42 хп. Все, Хюнден. Закрывается на даблдорс. Бомба-то не под него стоит. И он пытается от Молика, возможно, сыграть в этой ситуации. Пока Хэтс не дергает, тут ничего не угрожает. А он пошел диффузить. Ой, а кто тут диффузит? А кто тут диффузит? Говорит, Хюнден ставит хэдшот и выиграет клатч для своей команды. Будучи красным. На опыте. На опыте. Но 3-12. 3-12. Чем 2-13, как минимум. А тут, на самом деле, все могло и к этому свестись. Да, но молодец. На самом деле, Хюнден тут хотя бы какую-то надежду своей команде дарит. Жестко Ренегейтс отыграли за защиту. Вы не ждали, они приперлись. И опять самая главная проблема – это Декстер. Он снова в обороне, просачивается в любую открытую пространство. Подожди, у нас есть просто такой нюансик. Декстер в обороне и Декстер в атаке. Это два разных человека совершенно. Понятное дело. Он постоянно, он тыловик, понимаешь? Прапорщик тыловик. Ты где-то оп, он только уснул, он уже выскочил. Ох, жесть какая. Снова все раунды Декстера просто выходят в спину и убивают. Ну, как бы да. Собственно, к чему все это и сводило. Все эти ситуации, все эти фраги Декстера на одном игроке, конечно, далеко не вывезешь. Но, тем не менее, он брал достаточно серьезное количество раундов. Это правда. Практически своими только действиями уже зарабатывали Ренегейстом условно два-три раунда. Сейчас надо сказать Декстеру, man, man, chill, chill, a little bit chill. Надо сейчас немножечко отдохнуть, потому что первым не выбегаем, отдыхаем, не торопимся. Потому что мы вспоминаем трейн, каждое выбегание Декстера, попытка сыграть нагло, красиво, как-то дать информацию, заканчивалась плачевно для Ренегейст. Поэтому сейчас немножечко передохнуть. Возможно, у него получится, если он первым не будет погибать, снова как-то с тыла оббегать, как-то обманывать. Но он хитро играет, он классно играет на самом деле. Ну, в обороне, да. То есть ему позволяли это делать, и он пользовался этими моментами. За так вот, знаешь, тут тоже фактор карты, я думаю, сыграл. Трейн не отработанный, скорее всего, грехал. Ну, не настолько, чтобы они прям вот жестко могли бы, например, под Декстера отыгрывать, давать ему прорывать какой-то путь, чтобы он по нему проходил и заходил в тылы, как это делал с Юж. Хотя с Юж, на самом деле, чисто индивидуальными действиями, грубо говоря, все делал. Но на Ньюке, я считаю, что у Декстера есть серьезные шансы стать вот здесь энтрифрагером и наводить шороху на команд соперника. Проблема в том, что раундов очень мало у Мэд Лайонс. И сейчас, если пистолетку еще и Ренегейт заберут, то это просто провал будет. Ну, то есть это практически без шанса на вот эту крышу. Это правда. Это правда. И по факту, вы знаете, что надо сказать еще, Мэд Лайонс, у них такая была классная серия. У них две классные квалификации были. Здесь они себя показывают великолепно, и вот тут им такую оплевуху просто отвесили. Я думаю, что они сами в шоке перебывают сейчас. Но явно не такого исхода они ожидали на Ньюке. Явно они рассчитывали на более успешный Даст для себя после вот такого старта там в 7-2 еще. Вот если все это по накопительной взять, то получается очень печальная история для Мэд Лайонс. Реально их по морали прям долбят и долбят, и очень трудно устоять. Поэтому сейчас в первую очередь должен капитан включиться. Вот он уже включился. Надо сказать, что он один важный раунд команде принес сейчас. И должен он как-то дать команде запал, чтобы команда духом воспряла. Иначе печально все будет. Так, ну что, пистолетный раунд, друзья. Второй очень важный для команды Мэд Лайонс. Вентиляцию пропустили троих, я так полагаю. Да, точка Б пустая абсолютно. Выбивать нижний плент придется. Леванта. Не очень удобно. Хотя, посмотрю, может быть, Свилки сейчас не отпустят игрока из-за батареи. Двоем уже выстрелили, втроем. Четвером. Да, они все пятером будут идти с одной позиции. Лоу. Павский уже погибает. Мальтов встретил его. Да, выкатываются с рампов. Свилки. Тут Сейка в аквариуме принимает. Первого пытается. Минус Хенден. Сейка справляется. На него второй игрок не перевелся, не дострелил. Сейка. Еще один минус. И Хэт встречает Эйкера. И Ин встречает Сьюша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И причем снова заметь, что в защите Ренегейт зарешал оппозицию в аквариуме, что в атаке. Снова там игрок, снова дает минус. Вообще пистолетка такая, по сути, как бы идентичная получилась, только местами поменялись команды. Тем не менее, королями защиты в НБ оказались игроки атаки. Мэд Лайонс играет только через рампы, штурмовали, а Ренегейт через винты. А причем пытался игрок с девятки в дым там настреливать своего юспа. Не получилось. Это форсбай. Ну, совершенно правдно форсбай. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И второй нашел. Ржейт два минуса дает по улице. Здорово. Вот это тот задел, который команде может очень помочь. Так, разворот обратно. Видимо, передумали они идти в секретку. Будут ждать здесь соперника, пока дымы рассеются. Ну, на самом деле, очень классно начали этот раунд Мэд Лайонс. Тут заслуга Рой Джей в этом. Эйкор чуть-чуть не досидел. Тайминги, тайминги, тайминги. Злые тайминги. Что, Эйкор, попадание будет ли попадать? Ждет, ждет. Задоджил попадание. Нет, есть. Минус басика, неплохо. И стягивает на себя достаточно много. Внимание. Шесть, но уже пять в два раунд. Пять в два. Там сейчас все придут на улицу уже из игроков защиты. Просто очень долго стоят на этом месте ренегийцы. Не могут сделать ни минуса. Ни единого. И движения при этом какого-то серьезного нет в сторону оппонентов. Только сейчас начинается движение. Эйкор, еще минус. Мэд Лайонс. По идее, этот раунд должны забирать. Если, конечно, чего-то фантастического Хэтс не покажет нам. Похоже, что не покажет. Басик отрабатывает. Коллега, готовитесь ли вы к самому величайшему камбэку на этом турнире? Ну, знаешь, вот этот раунд прям должен дать немножечко хотя бы запала. Ну, классно отыграл. Вот открылся замечательно. Актрис Дроид Джей просто замечательно открылся. И Декстер удал. Там в щелочку видел игрока. Начал расстреливать Смок. Тоже дал минус. И Эйкор включился. Ну, вот вдвоем они, считай, эту улицу и приняли. И как-то ошарашены были Ренегейтс стартом этого раунда. Не сумели они собраться после этого. Ренегейтс сейчас планирует, видимо, не закупаться. Не, там один игрок закупился. Тут, скорее всего, не технический или технический тайм-аут. Вроде технический, да. Кто-то подошел к задминов. Видимо, технический все-таки. Он говорит, так, тут у нас на улице убили. Что-то здесь не так. Это почему? Значит, я иду по улице. Там человек. Он говорит, ну вот так вот наводишься мышкой на цели. Почему пинг 200 у меня на лане? Объясните. Нормально, нормально. Что-то там фиксят, фиксики. Сейчас разберутся. Минута ожидания. Может, комп перезагрузился. Такое тоже бывает. У нас была прикольная история. Я никогда не забуду. Буквально недавно это случилось. Сидим-сидим. Такие тоже непонятно, что этот матч остановился. А там парень Кока-Колу разлил на клавиатуру. В КС это вообще классика какая-то. Вот раньше просто постоянно проливались на клавиатуру. И вода, Кока-Кола, неважно. Просто постоянно лилась. И поэтому все время, когда проходит сзади админы, они говорят, положите напиток на пол. На пол положите его, пожалуйста. Ну и как бы еще иногда просят, чтобы они были в... В шейкерах. Ну да, да. В закрытых. Так, у нас как-то пытаются Ренегейтс выскочить. У Ренегейтс... Ну нет, там бая, да, какого-то. Они так что-то подзакупились. Только полу-форс. Полу-бай, да, какой-то. Полу-форс, там диглы, непонятно что-то. Но бомбу поставили. В принципе, уже неплохо. Сьюж. Но это должен быть раунд для Мид Лайонс. Правда, Хэс дает минус по Эйкору. Декстер еще и подрезал Хюндена. Полторы. Заработал на ровном месте. Он должен у кого-то зарезать в этой игре. Должен. Учитывая, сколько раз он выкатывался в спину, он уже не сдержался, нож достал и зарезал просто. Что там по деньгам, интересно, в итоге-то будет? Да нормально должно быть. Должно быть нормально, можно закупиться. Там 3-400 просто у кого-то. И тут, наверное, байда 2000 какой-то придется все равно делать. Ну тогда так. Либо был реально. Либо не дабай. Да, был реально план на то, что... А, вот он теряться нельзя сел. Я не знаю, я прям умиляюсь этим игроком. Да, тут до 2000 закупилось. Закупились. Ренегейтс, два десятых мака, один ЦЗ, подвес 50, Диггл, Армора. Видишь, Сик, который себе под АВП, видимо, площадку готовит. Да. Сьюшка, ренатка, залетает, хорошая. Тут можно делать ветер. Правда, отступает. Играет осторожно и Сьюш. Не стал тресковать, Эйкор. Жестко. Экстра поймал на пропрыгивании. И пытается еще загнать... Так. Это было опасно, но здесь тиммейт сейчас рахует. Рой Джей перекрывает инса. И задавить, возможно, не удастся. Эйкор не промахивается. Но с десятым маком в голове хэдс получил. Все. Еще один контрольный выстрел. В итоге шестой для Мэд Лайенс. Ну что, вот он момент истины. Момент истины. Сейчас Ренегейтс могут все это сломать у Мэд Лайенс. Просто выигрывая этот раунд... Ну ладно, там еще два раунда экономики у Мэд Лайенс. То есть вот этот раунд плюс один они закупают спокойно. Так что пока нет определяющей раунда. Но в целом тоже очень важный, оружейный. Никуда не деться от этого. А, не взял его по Сика, смотри. Не взял. Ой-ой-ой, Сика все равно делает эндрифраг. Несмотря на отсутствие снайперской винтовки. Он дает эндрис АК-47. Минус Рой Джей в этом раунде. И защита остается в меньшинстве. Мальтон. Ждешь, что кто-то, возможно, выползет из дыма. Но Бабски так... Не хочет, по-сейдемости, действовать. Но играет в очень опасную игру. Возле этого смока. Сейчас, возможно, его подловят. Мальта. Мальта видел, видел, видел. И дал минус по-бабски. Еще там один игрок был. Хюнден, гранатка. Мальта избегает урона. Такая. В лобе. Разминочная, словно. И вот Ренегейт. Ситуация 5 в 3. Раскидывает улицу. Эйкар-то, не знаю, навряд ли будет пытаться пройти через дымы. Главное, что никто тут не показывался. Под Эйкара. Показывается, показывается. Эйкар не попадает. Правда, тоже Эйкара не добивает. Два хитпоинта остается у снайпера команды Мэд Лайонс. Юж забирает Декстера. Тут уже не будет выхода в спину. В этом раунде можно выдохнуть Мэд Лайонс. Правда, есть выход на Б. Эйкара дважды простили на улице. По сути. И он вышел просто чудом. И, скорее всего, это ретейк будет. Серьезно, когда у Эйкара 2% здоровья. Нет, сейв должен быть у Мэд Лайонс. Они, в принципе, этим будут заниматься. Так что это 14 для Ренегейт. Вот так вот первый девайсный раунд. Началось сегодня на трифрага. Потом еще и бабски в скрипе подловили. И вот они разыграли честное преимущество с обстановкой пункта на Б. Ну, грамотно сейвят здесь львы. Иначе печально будет у вас бы. Только на один бай максимум останется денег. Потому что кто-то Мэйкар, правда, сделал непонятное. Дым возле себя откинул. Или чего. Какой-то секретный мув. Я не знаю. Может быть, кто-то из студии аналитики сможет рассказать, зачем там нужно был дым. Конечно, они сейчас этот момент запомнят. Обязательно расскажут об этом. Это же внимательные аналитики. Тем более Сергей впервые внимательно смотрит игру Ренегейтс. Будет о чем обязательно обсудить. С коллегами рассказать. Кстати, публика фестиваля. Достаточно насыщенный сегодня день вообще на многих площадках. Поэтому, разумеется, людей в достатке на финальном этапе. Ну что, друзья. 6.14. Мэд Лайонс. В обороне. Также стараются взять себе раунд. Пока что против полноценного бая не удалось предыдущим. И сейчас пока что без Эндри. Тут, кстати, Ренегейтс размяли улицу. Просто раскидали смоки. Выванили какие-то гранаты зажигательные. И теперь разворачиваются под радио под рампы. Где Сьюж, в свою очередь, стоит и готов принимать этот выход. Есть зажигательная, но без гранаты он. Он только потом, когда упадет, скорее всего, будет ее откидывать. Сьюж. Декстер на проверку. Все. Теперь откинул огонь, чтобы его не сдавили. И уходит под Б. А там по 9, кстати, могут пройти. На самом-то деле. Молик откинули в итоге. Да не рисковали это. Может, все-таки спокойно рампа, вилка. Попробуем так разыграть. Вроде линии Гейтс пока вообще никуда не торопятся. Просто на рампе располагаются. Рой Джей вообще полез в хевен. Такие бандиты. Ниндзя на шифтах полезли. Там просто Экер может не успеть хлопануть Сьюжа, на самом деле, если его вычислят здесь. Ну, если с двух сторон на Сьюжа накинуться, у него реально максимум у него это размен будет. Так, Сьюж. Очень важная позиция. Нужно давать фраг Сьюж. Выбивает бомбу. Второго тоже закрывает. Экер подкрепляет этот раунд минусом. Правда, Экер сожгли. Сьюжа Инс расконтролил. Хюнден выходит. Дым. Там бомба-то не ставится, кстати. 19 секунд на таймер и все. Ставится только сейчас. Бабский выскочил прям под Декстера. Бомба, кстати, перестала устанавливаться. Поставили сейчас Рой Джей. И тут уже... Инс обоих забирает. 15-й берет для Ренегейтс. И посмотрите на лицо Хюндена. Он просто в шоке. Это боль. Он вообще не понимает, как это произошло. Все было под контролем. Все было окей. Но повыскакивали. Так повыскакивали неосторожно со своих позиций игроки защиты. Это просто жесть. 15-й. 8, да, у нас получается там матч-поинтов. Где-то около того. 3 в 2 была ситуация. По сути, для команды Мэд Лайнс. Но разыграть большинство они не смогли. Очень обидный момент. Действительно, Хюнден переживает. За себя, за свою команду. Ну давай, давай, собери команду. Что делать? Нет вариантов. Новую? Братька. Желательно эту. Да, грустно. Ну что, ладно. Раунд начинается. Ага, там, слушай, 9 нужно отыгрывать. А, 9 даже. Даже 9, да. Даже 9. Окей. Ну, я был близок. Ну, с учетом того, что у тебя нет права на ошибку, это раунд. Эйкар открывается по Сика. Выигрывает эту дуэль. Хороший старт для Мэд Лайнс. Что поделать? Вылетать не хочется. Надо цепляться за каждый. Нельзя отдавать здесь ни единого раунда. Декстер забирает Сьюша. Ну почему этот парень так заиграл и в атаке теперь? Совсем кураж поймал. Да, и пробежка до базы Б, которая вообще практически пустая. На коридорах двойка есть. Команда Мэд Лайнс пытается противника не пропустить. Сюда есть минус. Подразмен играет Ренегейтс. Хюнден. На коридорах ждет второго. Что, Кэп? Ну что? В дым нашить. Ну, здесь нашли на коридорах соперник. Хюнден погибает. Эйкар красный остается. И он последний. Тоже минус. 16-6. Команда Ренегейтс проходит в гранд-финал. Дримхак. Оупен. Лейпциг. Да, вот вам и австралийцы. Вот вам и датчане, которые тут не устояли перед австралийским КСом. Датчане, которых многие ожидали. Тут 2-0 и довольно приятного исхода. Но приятного исхода не получилось. Скажу больше. На нюке вообще ничего не получилось практически. И реально Ренегейтс катком прошлись по своим оппонентам. Это было что-то с чем-то. Да, досадно, обидно. Но год только начинается. Впереди большое количество турниров. Так что надеемся, там RedLine себя как раз-таки покажут с лучшей стороны. Ну, а впереди нас ожидает еще один полуфинал. И под вечер долгожданный гранд-финал этого турнира. Да, надеюсь, что и грядущая серия окажется не менее зрелищной. Потому что, ну, нам повезло явно. Единственное, что нюк, наверное, где-то там мы даже с тобой обсуждали, что, ну, может быть, тут и допы будут. Может быть, тут прямо и бой-бой будет. Но не получилось. Реальная защита была у Ренегейтс просто безупречной. В атаке парни тоже свои раунды легко добрали. Ну что ж, мы свою работу с коллегой заканчиваем. Впереди действительно много еще интересного Counter-Strike. А мы передаем слово в аналитику. Субтитры сделал DimaTorzok